Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, соответственно, наш с тобой второй эфир за неделю. Мы, как и всегда, разбираем, друзья, для вас, кто следит за нашим аналитическим контентом, общую рыночную ситуацию, техника, фундамент, на что нужно обратить внимание, что нужно учесть в своей торговле, и, в принципе, делимся конкретными торговыми рекомендациями, как потенциально можно действовать. Опять же, с учетом и технического фона, и с учетом фундаментального фона. Сегодня денек заранее обещает быть довольно интересным, потому что сегодня на повестке очень важный отчет для американской экономики, для Федерезерва, данные по инфляции, которые точно могут или, скажем так, уточнят перспективы изменения монетарной политики, денежно-депритной политики США. Инфляция, напомню, имеет большое значение для регулятора, потому что это один из столпов, как параметр, вместе с рынком труда, на чем базируются вообще любые решения, связанные с программой количественного смягчения и процентной ставкой. Долгое время мы помним на основании комментариев чиновников Федерезерва и непосредственно самого главы ФРС, да и в целом, скажем, регулятора. Инфляция сейчас находится на высоких значениях, как следствие факторов, краткосрочных, связанных с снятием карантинных ограничений, реализация спроса. Инфляция какое-то время будет расти, а потом к концу года пойдет на спад и будет в идеале стабилизироваться в районе 2%. Вот тогда ФРС будет потенциально действовать, если строить и прогнозировать решение по изменению политики на основании данных по индексу потребительских цен. Сегодня по прогнозам, вот у меня сейчас экономический календарь открыт, основной индекс инфляции, я думаю, что сделаем на годовой показатель, индекс потребительских цен, сегодня может снизиться с 5,4% до 5,3%. Многие считают, что лучше обращать внимание на базовый показатель инфляции, потому что базовая инфляция не учитывает цены на продовольственные товары и инердоносители. В этом случае этот отсчет может показать в годовом выражении снижение с 4,5% до 4,3%. И считается, что для регулятора, конечно же, сигнал того, что инфляция не продолжает расти какими-то немыслимыми темпами, для регулятора это может быть поводом не торопиться с решением, которое предполагает отказ от экономических стимул. Потому что раньше как раз долгое время многие трейдеры вынашивали идею того, что инфляция ведь достигла показателей максимальных за несколько десятков лет, и регулятор, который должен заботиться и сдерживать рост инфляции, должен повышать процентные ставки, потому что это лучший инструмент для борьбы с повышением потребительских цен. Но мы знаем то, что ФРС сейчас придерживается несколько другой тактики, стратегии. И в данном случае, вот опять же упираясь в текущие показатели, если ожидания участников рынка окажутся оправданными, инфляция реально замедлится, а в обоих случаях основной показатель базовой инфляции, то сегодня вероятность того, что ФРС в сентябре и октябре пойдет на сокращение экономических стимулов, она снизится. Также хочу обратить внимание, что довольно болезненной темой для американской экономики является рост количества заболевших. Сейчас это тоже актуальная тема. США не обошли темы нового штамма коронавируса. За сутки фиксируется, в последние 4 дня, проверим статистику, больше 100 тысяч новых случаев. Это существенно выше, чем неделю назад. Количество госпитализаций также растет. И я просто предполагаю, что, возможно, на этом фоне ФРС также несколько больше времени будет думать над тем, стоит ли сейчас экономику лишать экономических стимулов, когда надо американская экономика набить вот эту угрозу экономического спада. И еще есть, конечно же, вот буквально на Гомберге вчера видел разбор полетов, скажем так, по статистике по рынку труда, что это данные на non-farm pearls, они собираются на середину месяца, прошлого месяца. То есть фактически сейчас тот отчет, который вышел в пятницу, это накопленные данные по 15-16 июля. То есть с тех пор мы знаем, что ситуация с ковидом значительно ухудшилась, поэтому августовские цифры могут быть уже не такими шоколадными, как случилось в пятницу. Ну, давай тогда к демонстрации экрана теперь. С индекса доллара начнем быть логично, потому что сегодня все внимание трейдеров как раз будет на баксе из-за отчета по инфляции. В прошлый раз давал рекомендацию с уровня 92.60, до тут мы не дотянули, сегодня я подтягиваю несколько катошку селл-стопа до уровня 92.80. Причем цели 91.50, вряд ли, конечно же, до следующего понедельника до туда сходим. Но если будет все-таки закрепление ниже 92 пунктов, это хорошее начало для последующего развития нисходящей динамики. Стоп-босс на отметку 93.40. Так, по поводу фунта, у меня была сделка на покупку с уровня 1.38.50, сейчас с кассировкой 1.38.24. Завтра будут данные по ВВП Англии, по прогнозам цифры должны быть не плохими, также будет статистика по промышленному производству. Это к разговорам о том, будет ли все-таки британский регулятор, в числе первых, кто позволит себе отказаться от экономических стимулов и начать выскочать политику. То есть еще один блок потенциально сильных данных, конечно же, еще один шаг в форму выскочения политики. Пока что длинную позицию рекомендую по пункту также поддержать. Золото. Я думаю, что сегодня золото, в принципе, золото радует в последние дни тех, кто уже дал волатильности движения. Ну, вы сами, друзья, видите, это часовой таймфрейм, мощные свечки. И вот в понедельник, как мы с Виталием обсуждали ситуацию, причин для такой коррекционной динамики после достижения минимума в районе 1680 было достаточно. И, Виталий, если, опять же, мне не изменяет память, ты комментировал именно такой исторический прецедент, что, как правило, на таких движениях могут формироваться сигналы именно или подтверждение того, что нисходящее ралли уже закончено. То есть из-за... Правильно, да, я понял? Правильно, но еще нужно там что-то нарисовать, скажем, а у нас практически понедельник, сегодня среда, сколько там, два дня прошло, а там только маленькое накопление. То есть нужно чуть-чуть побольше, то есть... Согласен, согласен. То, что при такой волатильности, конечно же, еще не ясно, но, в принципе, разделяю позицию относительно того, что если происходит такой сброс и выкуп, это может быть действительно доказательством именно разворота тенденции. Я сегодня предлагаю поработать с золотом, потому что золото тоже актив, который будет реагировать на данные поединкации и, конечно же, на то, что будет происходить с долларом. Поэтому сегодня сделка будет 1000... Байстоп 1735, это как раз на пробой вот этого скопления свечек часовых, с целями 1800 и стоп-осом на отметке 1720. Короче, думаю, что сегодня будет жаркий день для золота и вполне возможно, сегодня мы получим еще один сигнал на высокую вероятность отработки именно восстановительной динамики и коррекции к тому уровню, с которого начался вот этот обвал еще с прошлой пятницы. В общем, три сделки индекс доллара, золото и фунт, который остается в работе. Слово тебе, Виталий. Так, ты мне отключил демонстрацию. Так, да, секундочку, забыл поставить. Все, готово. Видно экран, правильно? Да, уже все видно. Ну, по поводу рынков. Напомню, в понедельник я был за рост индекса доллара и по другим парам аналогично, но, скажем, ожидал возможность, скажем, с текущих, то есть с понедельника покупать индекс доллара или лучше с коррекцией. То есть я предлагал, скажем, по более лучшим ценам, это с коррекцией, но, как видим, индекс доллара не скорректировался, продолжил свой рост ожидаемый, да, потому что никаких признаков на снижение пока я не вижу. По сегодняшнее время аналогично ничего не изменилось на рынке. Пока индекс доллара я за лонг, аналогично другие пары присутствуют, конечно, подошли по индексу доллара к уровню, да, возможно, от него мы сегодня как-то немножко толкнемся. Как вариант, на часовиках присутствует дивергенция, но это всего-навсего дивергенция, никаких паттернов нету на снижение, к чему я это говорю. Я там не предлагаю прям шортить индекс доллара, я хотел бы, чтобы индекс доллара скорректировался, да, и дальше его купить на продолжение роста, потому что если понедельник там не покупать, то с текущих еще цены, скажем, похуже, хотя тренд по тренду, да, но здесь вопрос стоп-лосса, потому что можно с текущих и купить индекс доллара, но стоп-лосс, скажем, достаточно рискованный, мы можем получить какой-то в любое время технический просто откат, и стоп-лосс сработает, но для тех, кто верит в индекс доллара лонг, да, кто ранее уже покупал, кто умеет удерживать позиции среднесрочно, то пусть удерживает, есть куда еще расти, конечно, будут какие-то коррекции, на рынке все время происходят коррекции, и с них уже там докупаться. По поводу золота, как я уже отметил, у нас всего-навсего, вот после вот этого всего падения, у нас только, там, сегодня второй день идет какое-то накопление, в принципе, то, что ты предложил на пробой от верхних локальных уровней, возможно, но, скажем, я бы лучше присматривался, скажем, вот с более длинной проторговки и за нижними уровнями поддержки, хотя тоже на пробой интересный момент возможен, тоже, скажем, такую стратегию. То есть вот ключевой уровень, на который стоит обращать внимание, это по золоту, там, минимум вчерашний, то есть, скажем, такая точка, вот так, если отрисовать, я думаю, что здесь мы проболтаемся, и после выхода с данного канала, возможно, будет говорить о каких-то моментах. Дальше. В общем, по рынку с накоплением есть только 2-3 инструмента, это канадский доллар, вот если так взять. Хотя его так вчера достаточно сильно скинули, его, возможно, рассматривать на покупки с текущих, это у нас цена 1.2535, и то мне чуть-чуть она не нравится, со стоп-лоссом где-то примерно за где-то вроде там 24.80, я думаю, можно прикупить с текущих. Я уже отметил, более, скажем, надежная сделка, как по мне, на покупку канадского доллара была бы на пробой максимум, которые были на текущей неделе и на прошлой неделе, то есть, это на отметке, получается, ну, это для тех, кто будет просто отслеживать канадский доллар, это 25.80, когда мы будем его пробивать и там закрепляться выше, тогда можно будет более уверенно сказать, что канадский доллар больше за лонг. Но можно рискованно купить с текущих, но есть риск провалиться пониже. Обязательно стоп-лосс ставить, так как что мне здесь не нравится, это то, что вот вчера мы достаточно так сильно его скинули импульсом, и после вот такого скидывания, возможно, просто коррекция сейчас в моменте идет какая-то, и вот ближе к новостям, которые будут по инфляции США, возможно, будет отскок, если, как ты уже отметил, что ожидается улучшение инфляции, да, понижение, то это будет, скажем, да, это будет, скажем, негативно влиять на доллар, и он будет падать по отношению ко всем валютам. Ну, такие два момента. Рискованная покупка с текущих и на размышления, вот на пробой, кто хочет более безопасно покупать на пробой 25.80, 25.90 точнее, аналогично, если покупать на пробой, то со стоп-лоссом за сегодняшний минимум, да, то есть вот в таком ракурсе. Также можно присмотреться еще тоже с таким моментом, это от австралийский доллар и новозеландский доллар. Мне кажется, что они тоже пока, возможно, будут падать. Видно очень хорошо, как австралийский доллар поджимается к уровню 0.73.30 и при пробитии данного уровня возможно открывать продажи, то есть это с селл-стопом, где-то 0.73.20, со стоп-лоссом 0.73.55, условно, за вчерашний хай. При условии, что мы будем пробивать, падать есть куда, там локальные цели 0.72.85. Конечно, небольшая волатильность. Отмена сценария, если мы сегодня покажем какой-то импульс наверх на новостях, и дальше уже можно будет, скажем, пересматривать. Ну, пока такие рискованные моменты. Почему они рискованные? Вроде бы все смотрится индекс доллара по тренду, и австралийский доллар по тренду, и канадский доллар, ну, так скажем, по тренду, да, но вот есть риск отскока. Мы находимся на таких экстремах, как по индексу доллара, по евро, по франку, поэтому, возможно, на любой момент какая-то коррекция, с них уже, возможно, будут более вкусные цены для покупок на рост доллара. Вот так. Ну, и, в принципе, все. Индексы фондовые. Пока комментарии, они лонговые, за исключением, есть какой-то момент по индексу NASDAQ. Его так вчера неплохо скинули. Возможно, это всего-навсего коррекция. Вот на часовиках, наверное, там IT-гигант отчитывается хорошо, но мы падаем. То есть тоже такой неплохой импульс. Возможно, будут делать какую-то коррекцию. Со стоп-лоссом за вот эти хаи спекулятивно можно рассмотреть, но и то это все очень-очень рискованно. Достаточно сильный тренд. Еще не добавлял Чина, да, Чина, Чина 50. Там, сейчас, если его я добавлю, найдем мы его. Так, 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 вот там, возможно, тоже будет. Так, вот он, Чина 50. Как мы знаем, китайский индекс и некоторые акции очень сильно просели в ряду причин того, что Китай там сильно зажимает некоторые компании. И вот за последний месяц вот эти новости все прошли, и хорошо китайский индекс просел. То есть интересное здесь накопление вот в этом формате. Я даже присматривался к покупкам где-то вот на данной отметке, но как на текущий момент этих цен нету, вот возможно рассматривать покупки выше уровня 9,433 условно. Да, вот все, что выше данного уровня, возможно, будет данный индекс откупать. Уже даже некоторые фонды начинают подкупать им китайские акции, да, хотя не сильно, потому что боятся некоторые даже регуляторы США вводят более сильные ограничения по поводу тех компаний, которые выходят там на IPO китайские в связи с рисками, что Китай может там вводить ограничения в любое время, скажем, вот такое сейчас у нас время в странах коммунизма и посткоммунизма, где запрещают очень многое. Ну и в демократических странах аналогично, скажем, тоже, потому что вот если взять S&P 500, он на максимумах, а китайский индекс, он находится в таком, если на недельном графике, мы находимся в глобальном боковике и как раз мы находимся на нижней границе этого боковика, на минимумах прошлогодних, да, возможно, будет здесь какой-то оскок, и если все стабилизируется, ставку не будет США поднимать, какие-то не будут предлоги, возможно, будем расти. Вот пока вот так у меня. Вот, кстати, американский фондовый рынок, он как раз на максимум, потому что инвесторы уходят из Азии по американскому фонду. Виталий, спасибо тебе большое за твои комментарии. Опять картинки нет, но я надеюсь, ты на связи. Да, да, да. Спасибо тебе за твои идеи, что смотрим тогда. Сегодня только среда, отчет еще впереди, друзья, в 15.30 по московскому времени данных по инфляции. Сделки мы с Виталием вам дали, два подхода. Собственно, принимайте решение, контролируйте риски, это всегда очень важно. Мы с Виталием уже увидимся в следующих понедельях, ну и, конечно же, поговорим о том, как в целом неделя будет закрыта. Виталий, хорошего закрытия недели, классных выходных. Все, пока, удачи. Пока.